Здесь собрались представители трёх велосообществ «Мытищ». Многие в скором времени сядут за руль велосипедов. К представителям власти есть вопросы по части безопасности. Если наша велодорожка из Королёва, я уже спокойно доезжаю сюда, до «Веломытища», дальше до Москвы, то мы все упираемся в переход МКАД. Это очень тяжёлый переход, потому что там такая лестница, что уже сама там тоже пару раз падала. Более тысячи подписей велоактивисты собрали в прошлом году, чтобы власти обратили внимание на надземный переход, где неудобства испытывают многие, включая пенсионеров и мам с колясками. Пока это не наша зона ответственности. Я знаю, что правительство Московской области подключилось к решению, и первый заместитель МОСОБЛДУ, Чаплин Никита Юрьевич, занимался в прошлом году. Но пока вопрос о уровне рассмотрения. А вот соединение велодорожки со столицей, за что давно выступают велолюбители, уже включено в проект благоустройства. При создании парка Яуза на территории Мытищ и Москвы предполагается соединить прямым велосипедным сообщением «Лосины», «Остров» и «Ботанический сад». Ситуация с местными веломаршрутами тоже заслуживает внимания, считают участники встречи. Сын у меня ездит в Алтуфево за 40 минут, а если на машине, то это 2 часа утром по пробкам. Но есть у нас замечание, как улучшить эту велоструктуру. Это таким же образом поднимется престиж города. Одно из таких предложений – обеспечить велопарковками все крупные социально значимые объекты – торговые центры, больницы, учреждения образования. И, конечно, не забывать про зоны отдыха. Так любители крутить педали уже облюбовали Мытищинский лесопарк. Но уже в этом году здесь планируют закольцевать действующий веломаршрут. «Больше двух километров в этом году километров проложить велодорожки. Так что к концу этого года, как это было уже Виктору Сергеевичу обещано, все эти работы завершатся». К проблемам велолюбителей прислушиваются. Велосипед для многих уже стал альтернативным видом транспорта, от которого люди не хотят отказываться. Следовательно, велосипедная инфраструктура со временем начнёт активно развиваться. Сейчас перед велолюбителями города стоит задача объединиться в единое движение, которое сможет продвигать их общие интересы.